В Уральске с августа этого года более 10 автобусных маршрутов начали работать без кондукторов. При этом количество сотрудников смарт-хала, проверяющих онлайн-оплату, увеличится. Об этом сообщили специалисты городского отдела ЖКХ. Как это повлияет на выполнение платежей пассажиров, выясняли наши корреспонденты. На данный момент около 170 контролеров продолжают работать в общественном транспорте, в то время как маршруты номер 2, 22, 4, 30, D, 6, 7, 12 и 43 начали функционировать без них. Специалисты отмечают, что в будущем планируется полностью отказаться от контролёров. Цель данного пилотного проекта – обеспечение прозрачности, автоматизации оплаты проезда и формирования культуры в общественном транспорте. Планируется полностью отказаться от кондукторов к 1 октября. Также хочу отметить, что неоплата проезда наказывается штрафом в размере двух МРП. С осени ожидается рост числа пассажиров и, как следствие, увеличение числа людей, не оплачивающих за проезд. Водители, управляющие автобусами, одновременно проверяют билеты, что может вызвать вопросы по безопасности дорожного движения. Поэтому специалисты планируют увеличить число проверяющих оплату пассажиров до 40 человек, в то время как сейчас их 20. Практика других городов, где также отказывались от услуг кондукторов, показывает, что первое время транзакции несколько проседают, потом этот процесс восстанавливается, в том числе, благодаря эффективной работе контрольной службы. Наверняка вы, телезрители вашего канала, заметили, что в последнее время очень активно начали проверять оплату проезда в автобусах. Сотрудники смарт-кала Урала – это контролеры в специальной униформе. В минувшую пятницу предприниматели, встретившиеся с депутатом Можилиса парламента Абзалом Куспаном, затронули сложный вопрос в сфере перевозок. Они обращают внимание на недостаточное субсидирование, выделяемое государством. В этом году господдержка оказана в размере 5,2 миллиарда тенге на всех перевозчиков. Фактически стоимость каждого маршрута расчетным путем вычисляется. Есть методика, утвержденная Министерством транспорта. По ней эти расчеты ведутся, в Акимат представляются. По ним фактически получается, что наши перевозчики ежемесячно получают только 60-65% от заявленной или отработанной суммы. Недоплата идет ежемесячно 30-35%. Ситуация на сегодняшний день пока остается такой. За месяц услугами уральских автобусов воспользовались 4,5 миллионов пассажиров. Из них 503 тысячи – пенсионеры. Количество людей, сопровождающих людей с ограниченными возможностями – более 3900. И более 54 тысяч пассажиров – люди социальной категории.